Здравствуйте! В эфире новости Удмуртии в студии Марины Симонова и смотрите в этом выпуске. Живые памятники истории. Удмуртия присоединяется к акции «Мемориальные деревья России». Какие зеленые насаждения могут получить такой статус? С компьютером НАТЫ в столице республики возобновляются уроки для пожилых. Роль преподавателей возьмут на себя серебряные волонтеры. И дача Башенина в ожидании реставрации. Когда начнутся работы и в каком состоянии сегодня находится памятник федерального значения, расскажем. В республике продолжаются проверки обоснованности цен на ПЦР-тесты. Прокуроры и сотрудники антимонопольной службы проводят совместные рейды до конца февраля. Они планируют проверить все организации Живска, где проводят диагностику. Сегодня в рейд с прокуратурой отправилась и наша съемочная группа. Еще в начале декабря зампред Комитета Госдумы по охране здоровья предложил коммерческим организациям снизить цены на ПЦР-тесты. По словам депутата, их стоимость варьируется от 1,5 до 3,5 тысяч рублей. При этом себестоимость ПЦР-теста не превышает 500. Рост цен на диагностические услуги взяли на карандаши в Генеральной прокуратуре России. С прошлой недели проверки медицинских лабораторий и аптек, где есть экспресс-тесты на COVID-19, начались в Ижевске. В этой лаборатории ежедневно сдают тест на коронавирусную инфекцию до 10 человек. Сотрудники говорят, они периодически мониторят цены на ПЦР-тесты в городе и готовы пойти на снижение стоимости процедуры. Но отделение работает по франшизе, поэтому ценообразованием занимается московский офис, объясняет директор лаборатории. Мы так слушаем то, что нам рассказывают пациенты, сами периодически смотрим, что есть места, где можно сдать подешевле, как нам кажется. Поэтому да, мы иногда предлагаем головному организацию, что может быть снизить, но сами цены все-таки регулирует Москва. В индустриальном районе Ижевска таких частных лабораторий семь. Во всех в ближайшие дни побывают сотрудники прокуратуры и специалисты антимонопольной службы. На сегодняшний день проведен мониторинг и стоимость она везде различная, где-то она сильно завышена, поэтому была инициирована данная проверка. В настоящее время со специалистами УФАС будут анализироваться эти данные, которые будут получены в ходе проверок, после чего будет дана оценка и будут приняты меры регулируемых случаях в наличии нарушений. Прокурорские проверки сейчас идут по всей республике, они продлятся до конца февраля. В марте станут известны итоги. Анна Ковырзин, Андрей Бусыгин. Новости. В Удмуртии сотрудники полиции установили причастность трех молодых людей к переводу цифровой валюты в рубли. Девушку и двух мужчин задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Кроме них в состав преступного сообщества входило еще 10 человек. Предполагается, что все они были курьерами интернет-магазина. Запрещенные вещества распространяли в лесопосадках Удмуртии, Пермском крае, Башкирии, Кировской, Московской и Ленинградской областях. В качестве оплаты принимали цифровую валюту, которая постной конвертировалась в рубли и переводилась на банковские счета. Общая сумма незаконного обогащения составила более 600 тысяч рублей. Сейчас подозреваемые задержаны и находятся в следственном изоляторе. Расследование продолжается. Жители Удмуртии призвали принять участие в национальной акции «Мемориальные деревья России». Ее цель – собрать информацию о самых знаковых деревьях и аллеях, высаженных в память об исторических событиях и знаменитых людях. Это, возможно, убережет от ситуации, которая произошла в Ижевске. Напомним, в начале года была вырублена аллея, высаженная ветеранами. Что нужно для участия в акции, расскажет Дмитрий Вороновнин. Этой липе, которая растет на пересечении двух главных аллей летнего сада в Ижевске более 200 лет, растение-долгожитель шесть лет назад было внесено в национальный реестр старовозрастных деревьев России. Как утверждают историки города, липа застала многих исторических деятелей, посещавших генеральский сад в XIX веке. Липа – свидетельница приезда сюда, в Ижевск, в 1825 году, император Александра I. И когда в 1837 году сюда приезжал будущий император Александр II со своим наставником Василием Андреевичем Жуковским, эта липа уже была украшением этого сада. А вот клёном на аллее, ведущих зоопарк в Удмуртии, нет еще и десяти лет. Но от этого их ценности, память о людях, которые их посадили, не становится меньше. В 2013 году аллею заложили ветераны войны и труда Ижевска. Теперь клёны – продолжение их жизни и подвига. Здесь аллея, посаженная ветеранами Великой Отечественной войны. Сейчас деревья уже большие, и они напоминают нам о подвигах наших дедушек, бабушек и прадедов. Радуют нас по сей день. Таких знаковых деревьев и целых аллей, у которых своя неповторимая история, в Удмуртии тысячи, скоро все они будут включены в специальный реестр памяти. Жители региона призвали принять участие в национальной акции «Мемориальные деревья России», запущенной по поручению президента страны Владимира Путина. Цель акции – собрать информацию о деревьях, высаженных по всей России, в память о значимых исторических событиях и выдающихся гражданах страны. Будет создан иллюстрированный справочник, также будет создана цифровая карта вот таких вот памятных мест, аллей, скверов, отдельно стоящих деревьев. И было бы здорово, если бы у таких аллей, скверов были бы установлены памятные таблички, чтобы люди могли, гуляя с детьми, могли бы конкретно проводить работу, скажем так, по патриотическому воспитанию людей, чтобы память людей продолжалась дальше, дальше и дальше веках. Принять участие в акции «Мемориальные деревья России» может любой житель Удмуртии. Для этого необходимо направить в республиканские Минприроды информацию о памятных зеленых насаждениях, приложив копии подтверждающих архивных документов. Дмитрий Вороновнин, Павел Яскин, Новости. Дачную амнистию вновь продлили. Об этом сообщили в региональном управлении Росреестра. По принятому ранее федеральному закону, она должна была завершиться уже 4 года. Через 4 года теперь смогут оформить права на земельный участок садовый или дачный в упрощенном порядке до 1 марта 2031 года. Какие документы для этого нужно, напомнили специалисты. Что такое упрощенный порядок регистрации? У гражданина имеется земельный участок, он его купил. То есть у него есть правоуславляющий документ на земельный участок, например, договор купли-продажи. После окончания строительства обращается к кадастровому инженеру, и кадастровый инженер ему готовит технический план. И уже исключительно с этими документами, с правоуславляющим документом на земельный участок и техническим планом, гражданин обращается в МФЦ и осуществляется регистрация права собственности. Напомню, впервые федеральный закон о дачной амнистии заработал в 2006 году Он позволяет зарегистрировать в упрощенном порядке индивидуальные жилые дома и садовые дома, а также хозяйственные постройки Сроки уже не раз продлевали Всего с 2006 года дачной амнистией воспользовались уже более 14 миллионов человек Пользоваться гаджетами научат ижевских пенсионеров Ликбез проведут для тех, кто хочет пользоваться возможностями интернета и полезными сайтами Специалисты расскажут, как заказать доставку продуктов или медикаментов на дом, записаться к врачу через интернет, а еще экономить, инвестировать и не стать жертвой мошенников Подробности у Анастасии Редько Дневник школьный у внучки, контролирую постоянно Ну сейчас уже не сильно контролирую В ее смартфоне, еще далеко не устаревшей версии, вся жизнь Школьные успехи внучки, электронный кошелек Запись к врачу только через интернет, за акциями в супермаркетах тоже следит онлайн Салия Закирова настолько продвинутый пользователь, что в 2019-м стала абсолютным чемпионом России по компьютерному многоборью среди пенсионеров Государственные услуги, это ведь тоже очень удобно Вот сейчас сертификат у меня, кувер-код пришел, взял его, распечатал, положил себе в карман или перевел его на телефон И вот теперь видите, еще появились такие новые формы, как доставка, и лекарства могут вам привезти, и продукты привезти И если этому всему научиться, то вообще жизнь облегчится Серебряный волонтер, так называют добровольцев элегантного возраста, дважды в неделю отвечает на вопросы таких же, как и она, пенсионеров На какую кнопку нажать, чтобы оплатить, например, коммуналку, не выходя из дома Теперь всех желающих освоить смартфоны Салия Закирова будет записывать на курсы финансовой грамотности Уже несколько лет в Удмуртии учат тех, кому за 50, как пользоваться возможностями мобильного интернета Не попасть на крючок мошенников и даже инвестировать И мы знаем, что для пенсионеров самое главное, это, конечно, навык финансовой безопасности То есть бдительности, личной бдительности по отношению к своим финансам У нас до сих пор очень, ну, на постоянной основе идет телефонное мошенничество, смс-мошенничество И мы знаем, что мошенники применяют различные психологические приемы для того, чтобы сбить с толку какие-то негативные ощущения страха, неуверенности вызвать Ликбез проходит в виде финансовых игр и лекций В прошлом году учили почти полсотни пенсионеров В этом планируется столько же Набор открыт, занятия начнутся в марте, чтобы успеть до огородного сезона Анастасия Редько, Юрий Дроздов, Новости Сегодня день российской науки Поздравления с профессиональным праздником принимают те, без кого невозможен прогресс Академики, ученые, профессора, студенты и даже школьники, решившие совмещать уроки с исследовательской работой Научными опытами со школьной скамьи занимается и героиня нашего сюжета Елена Буховская продолжит В искусственных условиях мы провозим загрязнение почвы Потом мы добавляем измельченный древесный уголь И перемешиваем его, соответственно Теперь нам нужно произвести высадку семян, ячменя О том, как быстро эта россыпь ячменных зерен будет расти, какой будет схожесть и форма Напрямую зависит от экологически чистой добавки древесного угля Считает одиннадцатиклассница Ульяна Базина В ИЖСК за опытами приезжает каждую неделю из Сарапула В лабораториях Центра одаренных детей создает образцы загрязненных почв В них пошагово вносят три вида древесного угля Осины, березы, ели, чтобы выбрать самый эффективный Наиболее хорошую динамику показывает уголь из ели Я наблюдала, как изменяются тест-объекты Это, например, фотобумага, индикаторная бумага Смотрела, как будут произрастать растения Как у них форма, схожесть семян, форма ростков Если, например, почва загрязнена, ростки уже искривляются Изменяется длина побегов, схожесть Поэтому через данные показатели я и отслеживала, как будет влиять уголь Древесный уголь – штука невероятно полезная Экологичная, способная заметно повышать урожайность Не нанося ни малейшего вреда окружающей среде Проект важный, особенно для фермеров Данный проект очень важен для сельского хозяйства Так как, например, у нас каждый год, особенно в жаркое лето Происходят огромные пожары И уголь, который находится, например, в лесах, его не используют И благодаря этому проекту мы знаем, что уголь, который находится в лесу Мы можем использовать для восстановления почвы Сегодня по всей Удмуртии в проектной научной деятельности заняты более 2000 школьников А самые активные продвигают свои исследования на конкурсных площадках Вот и Ульяна со своим проектом о влиянии угля на биологическую активность почв Заявилась на всероссийский школьный конкурс «Большие вызовы» В конкурсе «Большие вызовы» Удмуртская республика участвует четвертый год В прошлом году это было 73 участника и 27 из них стали финалистами В самом конкурсе очень много направлений В этом году их 13 Мы, как обычно, будем в когнитивных исследованиях участвовать Региональный этап конкурса в Удмуртии уже стартовал Заявки принимаются на сайте конкурса до 15 февраля Елена Абуховская, Юрий Дроздов, Новости А в Сарапуле в этом году начнется реставрация дачи Башенина Это одно из самых известных мест города Визитная карточка Сарапула О начале ремонтных работ сообщил глава республики Уже есть необходимая документация В каком состоянии сейчас находится памятник федерального значения Расскажет Светлана Буланова Здесь почти каждый день собирались знатные сарапульские купцы Башенины были радушными хозяевами, но прожили они здесь недолго Через год после строительства дачи в марте 1910 года Павел Башенин умер, а его супруга Людмила уехала из Сарапула Дача по наследству досталась младшему брату Петру Башенину Прожившему здесь до революции Эти истории своим многочисленным посетителям рассказывают экскурсоводы Но показать гостям полностью дачу Башенина А это 12 балконов и башню со смотровой площадкой не могут У нас сейчас ограничено использование северной веранды Единственное место, куда мы можем вывести посетителей Это южная веранда, то есть это большая веранда дачи Остальные балкончики пока из-за того, что находятся в аварийном состоянии Выход туда ограничен Также ограничено использование башни Ну и, конечно же, цокольный этаж Дача была построена в 1909 году По проекту московского архитектора Павла Трубникова Это был один из самых прекрасных загородных домов во всем Прикамье После революции его отдали под детский приют Потом был санаторий, а после здесь сделали больницу Только в 90-е годы дачи Башенина присвоили статус памятника федерального значения Тогда же впервые здесь провели комплексные реставрационные работы Но с тех пор прошло уже много времени И здание снова нуждается в ремонте Существуют проблемы, связанные с кровлей Естественно, это сказывается и на внешнем виде выставочных залов И ограниченное использование То есть, естественно, угол этого зала мы уже не можем использовать Например, под расстановку каких-то предметов, экспонатов Состояние здания уже оценили эксперты Подготовлена и проектно-сметная документация Ремонтные работы здесь должны начаться уже в этом году Но это особый объект И требуется постоянное уточнение и в проектную документацию И вот в условии того, какие должны быть соблюдены правила при ремонте Поэтому сказать точно, что реконструкция начнется завтра-послезавтра Или в течение ближайшего месяца мы пока не можем Но у нас многое готово И совещания идут в актуальном режиме Реконструкцию дачи Башенина поддержало и Федеральное министерство культуры По предварительным оценкам на ремонтные работы потребуется порядка 70 миллионов рублей Светлана Уланова, Василий Хохряков, Новости И у меня на этом все Оставайтесь на нашем канале До встречи Субтитры создавал DimaTorzok